всем привет на этом канале есть у меня один китайский спонсор который присылает не всяких вкусностей у него что не посылка то радость он мне прислал такой прибор для аккумуляторов это у нас tooltop называется магазин потом клещи прислал для измерения утечек тоже козырнейшие а сегодня прислал вот такую вот вещь кто не знал это тепловизор с разрешением 256 на 192 в инструкции написано что здесь установлен инфракрасный детектор аж целого промышленного класса не а бы какой а целый промышленный объектив диаметром 3 и 2 миллиметра диапазон измерения от минус 15 до плюс 600 градусов в общем полезнейшая вещь должна быть давно о ней мечтал и теперь есть так тут у нас по моему есть инструкция да кому нужны характеристики ставьте на паузу читайте долго рассказывать не буду запускается эта штука тем что надо скачать телефоном через сканер приложение специальные она очень легко скачивается с первого раза без каких-либо проблем устанавливаете на телефон подключаете эту камеру и все чудесно работает в таком чудесном чехольчики и там есть это чудо которое мне давно хотелось очень за иметь потому что оно крайне полезное в хозяйстве не то что полезное а крайне 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 полезное при том подходит для всякого рода деятельности тех кто занимается отоплением можно посмотреть как работает котлы батареи и все прочее кто занимается ремонтом автомобиля можно посмотреть как нагревается двигатель можно посмотреть как нагревается аккумулятор при заряде если замкнутые банки он вам сразу все покажет потому что замкнутые банки больше греются короче страшно полезная вещь очень полезная такая махонькая махонькая и ставится на телефон разъем type-c очень прикольная штучка но рассказывать о ней нечего надо показывать как она работает сейчас подключаем телефону и идем смотреть как она что видит разрешение 256 на 192 не мега профессиональные но честно говоря должно хватить для домашнего пользования частота 25 герц ну что пошли посмотрим как это все работает подключается очень просто вставляем разъем и автоматически запускается программка немножко надо подождать потому что она думает так включилась на тепло руки реагирует реагирует ну пошли попробуем холодильник холодильнике сбоку встроенные тэны прекрасно видно как греются в боках холодильника теплый пол пленочный инфракрасный сверху вроде ничего не видно но если включить камеру то сразу видно как греется пленка квадратиками чувствуешь себя рентгенологом честно говоря сразу можно видеть если где-то пол перестал греть повреждена какая-то секция потолок темные пятна на потолке это металлические скобы которые поддерживают деревянные балки они соответственно промерзают и сразу появляются очаги холода видно точно видно где расположены скобы а вот так работает батарея отопления вверху теплее внизу холоднее это кресло и тепло от моей задницы потому что только что встал с кресла а кресло еще не остыло ноутбук видно 4 светодиода который подсвечивает матрицу экрана и с правой стороны греется жесткий диск то есть винчестер блок питания ноутбука тоже видно где он греется теплопотери по углам комнаты в общем все теплопотери по комнате идут в основном по углам и по окнам вот эта стенка правая она теплее чем левая в общем самые проблемные места в доме это углы так просто глазом это не видно но тепловизором определяется все без проблем даже таким простеньким как этот это у меня короб гипсокартона в нем идет труба отопления и тепловизор все прекрасно показывает обрыж толку на который прицеплен гипсокартон металлическую она более темненькая и сама труба отопления которая идет наискось и видно труба идет через стенку стенка греется от трубы все прекрасно видно хотя труба заизолирована теплоизоляции но все равно тепло уходит так окно самое больное место видно что наиболее холодное оно там где идет стык подоконника и оконной рамы оказывается металлопластиковых окнах это самое холодное место откосы теплые ну что же хотели 30 миллиметров утеплителя как минимум основные теплопотери идут там где примыкает рама к стенке но самое холодное место это примыкание подоконника к оконной раме никогда бы не подумал но так оно и есть пробежимся по менюшке она в принципе понятно интуитивно есть несколько языков в том числе и русский то есть все русифицировано все понятно можно снимать фотографии видео со звуком без звука просматривать в галерее то что сняли фотографии видео есть линейка изменения спектра то есть изменение цвета по градусам тоже интересная штука удобная можно менять цвет курсора можно менять цвет самой палитры переворачивать экран по 90 градусов крутится еще одна линейка для изменения спектра но честно чем она отличается от первой не совсем понял в принципе одно и то же ну пишите в комментариях кто может знает больше и есть выделение области это хорошо работать в таком режиме если вы работаете с большими объектами ну вот допустим ноутбук все серое вокруг а в области работает спектр то есть удобно визуально наблюдать куда вам вести камеру для того понять какие размеры для сравнения спичечная коробка чуть меньше чем спичечная коробочка полезная ли эта штука да это очень очень полезная вещь она конечно не профессиональные но профессиональные инструменты подобного типа стоят за облачных денег вот эта маленькая камера тепловизор она тоже стоит недешево дороговастенькая штучка поэтому я очень сильно обрадовался когда мне предложили на обзор потому что такую штуку я бы себе наверное не купил зажал бы деньги но после того как я и попользовался должен вам сказать что штука крайне полезная в хозяйстве очень крайне полезная разрешение небольшое но тем не менее картинка вполне читаемая и смотрибельная во всяком случае провести тепловой аудит своего дома вы вполне себе самостоятельно сможете потому что за такой аудит берут денежку и берут немалую а с помощью этой камеры можно сделать все самому ну собственно для этого она мне в основном и надо было ну и кроме того в других отраслях тоже вполне можно использовать частности на пасеке планирую попробовать посмотреть как там у меня пчелы в ульях сидят потому что они что же тепло выделяют и эта камера если будет показывать выделение тепла пчелиным кубом то ей цены просто нету потому что улей не надо будет скрывать чтобы посмотреть что там делают пчелиные семьи по температуре пчелиных семей все сразу можно будет увидеть как они там зимуют начали они в феврале месяце нагревать клубы для выращивания расплода или еще зимуют и клубы холодные в общем если эта штука будет справляться то ей цены не будет потому что она будет тогда уже незаменимая и бесценная ну и кроме того как вы видели теплопотери теплые полы все нормально определяется все нормально читается и должен вам сказать что камера вот после монтажа видео картинку немножко исказила в худшую сторону в жизни когда смотришь то картинка немного лучше нельзя сказать что она идеальная но разрешение камеры все-таки не позволяет потому что ну тут небольшое но тем не менее в жизни это все выглядит немножко смотрибельнее тут если на упаковку посмотреть то разрешение бывает еще 160 на 120 но это мне кажется уже совсем будет просто пятно и камеры с таким низким разрешением честно говоря покупать уже наверно не стоит хотя они стоят в два раза дешевле чем вот эта камера с разрешением 256 на 192 ну может быть кого-то устроит и качество пониже такие дела ссылку на продавца оставлю внизу опять же вещь очень полезная рекомендую хотя и дороговастенькая но сегодня было такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравился но ставим лайк потому что я очень жарен и пишем комментариях то чего думает по поводу этой камеры